Всем привет и слава Украине! Передача новостей с Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня у нас традиционный разговор с хорошо знакомым и любимым нами Русланом Кутаевым. Приветствую, Руслан. Очень рад тебя видеть. Гелла, приветствую. Я тоже очень рад. Приветствую зрителей наших. Руслан, прежде чем начать, я хочу сказать, что появилась возможность поддержать канал на Патреоне. И, как мне сказали, это обязательно, и я сам хочу от всей души поблагодарить Эрине и Эрвадилу, Авгулу Вайли, Намика Амира, Сабину Алиеву, Сатару Казимову, Гирцу Штейна, Кенана М, Айдену Мамедову, Едегару Мурадову, а также офису Галп Девелопмент. Это первые мои подписчики на Патреоне, поэтому я не мог о них не сказать. Большое спасибо. Ну, правильно сделал. Спасибо им, что они тебя поддерживают, поддерживают канал. И сейчас перейдем к тому, к нашим уже текущим новостям. А текущие новости следующие. Смотри, так получилось, что у нас прошлая неделя выпала, а записывались мы в день таракта, и получилось, что мы с тобой не разговаривали о таракте. Поэтому, Руслан Култаев, версия его таракта, версия его соображения. Ну, теперь столько много разных и достаточно правдоподобных и противоречащих версий поступило, что даже тяжело сказать. Пожалуй, начнем с того, что американская разведка давала данные российской стороне, что ожидается вот это преступление, совершение террористического акта. Причем и Бортников, и, по-моему, даже и Путин об этом говорили, что да, что-то там, какие-то там намеки были. А потом уже публикации, по-моему, в газете Washington Post было достаточно однозначно сказано, что даже сказали американские коллеги их, что в этом Крокус-Сити произойдет, ожидается вот это мероприятие. Поэтому, с точки зрения получения разных разведданных про ожидание вот этого события, знали. Но здесь, я думаю, коль ты тоже без сомнений наблюдаешь за всем этим, по-моему, здесь краеугольный, пожалуй, вопрос буквально стоит вот в чем. Здесь стоит вопрос, кто совершил это преступление, является ли действительно вот эти таджики, которые сегодня обвиняют, вот четверо захваченных, как непосредственные участники, и там еще, по-моему, какие-то люди, сколько я сейчас точно не помню, 9 или 10 человек, хотя Путин еще тогда сказал 11 человек задержанных. Я не знаю, что это преступление, но я, чтобы не тянуть кота за хвост, хочу сказать вот о чем. В любом случае, я абсолютно убежден, уверен, что даже по совокупности всей этой информации понятно становится, что так или иначе российские спецслужбы были связаны вот с этим преступлением. Потому что они не первый раз, во-первых, при правлении Путина, они не первый раз в отношении своего народа совершают вот эти тяжелейшие преступления, убийства, взрывы домов, подрывы. Это такое, ну, скажем, достаточно бытовое повседневное поведение российских спецслужб. Это первое. И второе, я с некоторыми людьми общался и говорил, мне на самом деле было интересно узнать, насколько вот это все возможно, невозможно. Так вот мне сказали, ну, по крайней мере, люди, следующие вот в этом вопросе понимание по ИГИЛу, что да, спокойно российские спецслужбы могли выйти с заказом на своих партнеров, на своих друзей, на каких-то, как на коллег своих, выйти и заказать вот этот теракт. А они обеспечили и отход, и безопасность. И почему обеспечили, потому что, как мы уже с тобой, без сомнения, ты знаешь, там очень много вопросов по поведению работников. Там совершенно рядом, в этом же здании, с другого конца находится Росквардейский ОМОН, там где-то расквартированный 100 человек. Днем, вот в день совершения вот этого преступления, они буквально зачешали от нерусских вот это все окружение. Там их на пол ложили, на асфальт, там очень жестко их преследовали. И там, говорят, распустили слух, что здесь будут очень серьезные зачистки делать российские спецслужбы. То есть все они разбежались. И по этому поводу мне даже вопрос задавали, а для чего это делается? Вот для того, вот посмотри, там несколько, там два-три случая, по крайней мере, мне известно, даже 15-летний мальчишка киргиз выводил. Вот нерусские, как правило, кавказцы, они лезут, невзирая на опасность, на защиту невинных людей. И для того, чтобы даже вот этого непредвиденного случая не было, чтобы там какой-нибудь спортсмен или, не дай бог, работник каких-то правоохранительных структур не вмешались, они даже эту площадку днем зачистили. И вечером, как Витцин говорил, чин по чину, быстренько разошлись, и никого не было. И вот этот человек с собакой, хинолог, который, видимо, чисто случайно там оказался, и то быстро сбежал оттуда. Что это говорит? Вот для меня, по совокупности, эту операцию убийства ни в чем не повинных мирных людей сопровождали российские спецслужбы. Первое. Второе. Если, допустим, эти таджики и были причастны, в чем я сомневаюсь, ну, допустим, теоретически, и были причастны к этому преступлению, в любом случае, они вот не могли, ну, скажем, столько наворотить, так удачно и хорошо поджечь вот этот Крокос-Сити. То есть все это очень загадочно. Это очевидно, что российская сторона была заинтересована, и я придерживаюсь того мнения, которое с самого начала я, с первого дня, что вот это все нужно было России для того, чтобы каким-то образом увеличить количество добровольцев, призывников в армию. Это все затеяли для того, чтобы именно под этот соус надо было набрать людей. Во-первых, им надо было ужесточить законы, что они сейчас и делают. Во-вторых, им нужно было обязательно начать преследовать нерусские народы. Неважно, центральноазиатские, кавказские, мусульманские. Вот эти народы надо было преследовать. Эту практику они давно применяют. Возбуждают против невинного человека уголовное дело и ставить его перед выбором. Или идешь на фронт воевать, или идешь в тюрьму. Вот эти факторы по совокупности, они и должны были сыграть важную роль для установления вот такого порядка набора людей в армию и на войну. Вот смотри, Руслан, Всевышний Свидетель, мы с тобой не говорили заранее про это, мы не оговаривали версии никакие. Но я был абсолютно уверен, что ты скажешь это, потому что, ну это очевидная версия здорового человека. Почему так много людей не придерживается этой версии и пытается найти черную кошку в темной комнате, а когда ее там нет, я не знаю. Причем людей, которые, я понимаю, что кто-то работает и кому-то нужно, скажем так, показать, что это не российская спецслужба. Но люди, которые точно не связаны, я знаю, с российской спецслужбой, почему-то сам факт участия России в этом во всем их смущает. Я не понимаю, как может смущать при обнаружении трупа с почерком серийного убийцы, как может смущать то обстоятельство, что этот серийный убийца это сделал, тем более, что это в этом же районе и так далее. Для меня это непонятно. Знаешь, какой вопрос меня, честно говоря, в последнее время интересует? А почему, Филат Харасан, почему к этому делу не прилик хавказцев, как это обычно бывает? Мне кажется, уже настолько привыкли, как правило, чеченцы, чеченский след, чеченский терроризм, чеченский сепаратизм. Это уже настолько много проделано, уже набило оскомину и уже сами, видимо, и доверять не будут. Но они плевать хотели доверять, будут, не будут, им вообще не доверяют. Но здесь, скорее всего, конфликт был бы с чеченскими властями при всем том, что они ставлены к Москве. При всем этом они, когда в самом начале, видимо, у них есть обязательства, они разделили обязанности по ведению чеченцев, собственно говоря, и во всем мире. И поэтому с этой точки зрения они не могли, и не забывай, там на фронтах тоже насильно призванные и чеченцы, и другие народы Северного Кавказа воюют. И почему, собственно говоря, не один из российских народов, оккупированных народов там не был, потому что в равной степени и буряты, и башкиры, и дагестанцы, они воюют ведь на фронтах подразделениях Росгвардии, Министерства обороны, разных спецслужб. И раньше времени вызвать вот какое-то недовольство в этих рядах тоже было нечелесообразно. С этой точки зрения я понимаю, почему таджики, почему выбрали народ из Центрально-Азиатской Республики. Ну, здесь еще один момент. Ты знаешь, у меня такое чувство, что они хотят Западу показать, что вот он общий враг, наш общий враг – ислам, а Украина – это такой эпизод, на который не стоит обращать Западу особое внимание. Это тоже, наверное, сыграло свое внимание. Ну, без сомнения, это конек Путина, это конек вообще поведения российских властей. Я уже путаюсь к какому каналу, что я говорил. Ну, я помню, когда Путин-то он вечный правитель. Когда во Франции президентом был Сарказей, и это было время, когда вот эта западная коалиция в Сирии там собиралась, и Россия, если ты помнишь, рвалась буквально в эту коалицию. И сама себе предлагала, прямо из шкуры выходила. И, ну, методы, предлагаемые Россией против мусульман, даже, ну, откровенно пугали и эти страны. И так вот, за три дня до поездки Путина во Францию, если ты помнишь, я год точно не могу припомнить, там очень-очень-очень жестокие произошли террористические акты. Знаешь, вот для подтверждения теории поведения с мусульманами и их неуправляемость мусульман. Вот один к одному. Все, что Путин говорил за три дня его приезда во Францию, в разных местах происходят террористические акты. И, конечно, тогда еще я тоже давал интервью, говорил, что ФСБ своему филиалу ИГИЛу дал команду. И ИГИЛ, конечно, взял это все на себе. Вот дали команду. И поэтому, да, это ты правильно отмечаешь, Россия все эти годы, вот эти все 25 лет с момента прихода к Путина, да, собственно говоря, и без Путина она пытается всему Западу показать и внушить, что нам надо дружить. Закрывайте глаза там на мое такое поведение, этих мусульман надо убивать, их надо преслезговать, их надо сажать там. Не обвиняйте меня в жесткости и жестокости. Вот видите, Айтогорд, он хотел взять на себя эту черную работу, убивать будет он, а вы просто бомбите. А сухопутную операцию, убивать женщин, детей, как это сейчас делают в Газии, израильская военщина, буду я. Понимаешь, он сам добровольно на себя. Без сомнений, западные лидеры, они просто побоялись связаться с Путиным, потому что в их демократическом мире их бы точно не избрали бы и от них, конечно, отказались бы. Потому что Путин приносит зло, Путин приносит зло. Вот это Алеппо и другие просто с лица земли стертые города, если бы их связывали бы с французской властью, с английской властью, ну, современных властей, это для них, для их последующей, скажем, жизни, их политической, политической жизни, это, конечно, мне кажется, у некоторых даже и карьера политическая закончилась бы. То есть, очень правильно ты подметил, так оно и есть, и прежде всего, именно каждый раз не отказывается ФСБ, каждый раз говорит, ребята, давайте дружить, у нас есть общий враг, этому врагу имя, мусульмане и ислам, так и есть. И вот здесь дальше продолжение темы, оно очень важное, но прежде чем перейти к ней, я скажу так, ребята, в свое время много, очень много европейцев считали, что, ну, да, в Алеппо творится кошмар, а там правда творился кошмар, правда творился кошмар. Но это же дикие мусульмане, и там убивают друг друга, там русские помогают, ну и что? Сегодня такой же кошмар творится в Украине, кабами разносят город. Другое дело, что там возможности у русских поменьше, чем в Сирии, а иначе бы я не сомневаюсь, что Харьков бы превратили бы в Алеппо, они с большим удовольствием. Европа потихоньку просыпается, но если она до конца не проснется, кабами начнут разносить уже их города, как в свое время разносили Алеппо, как сейчас пытаются разрушить Харьков и другие города в Украине. Это очень важно понимать. Все правильно, все правильно. Участь Пальмиры, Алеппо, это что по параллели спокойно можешь проводить, это Буча, Ирпень, Самашки, Алды. Там, где рука, нога русского появляется, там остаются груды разрушенных городов, тысячи убитых, ни в чем не повинных мирных граждан, горы этих трупов. И это зло Россия приносит с момента вообще его появления, как страна, как государство на карте мира. Всегда исторически мы кавказцы, вот сколько, 400 лет, побольше, вот не можем избавиться от этого соседа, и от тех бед, которые эта страна приносит, этот народ приносит, это сообщество людей, придерживающих принципов культуры русского мира. Вот это и есть самое страшное в современном мире, от которого Украина сейчас пытается избавиться. И правильно ты сказал, если в Европе, США до конца еще, если и не осознают, не понимают, они должны сделать все для того, чтобы положить конец вот этому явлению в мире, это явление действительно. Ну вот, кстати, вот тут мы плавно переходим на украинский след. И ведь он тоже возник не случайно, ведь в голове западного обывателя должен возникнуть образ украинцев, которые, и Украины, которая поддерживает именно истанских радикалов, террористов и так далее и тому подобное, что Украина, Украина предала Запад и западную цивилизацию, вот, и так далее, а Россия как раз-таки ее защищает. С этим, с этим как, то есть, я думаю, что это главный месседж. Говорят, вот просто обвинили Украину, потому что должны были обвинить Украину. А я думаю, что тут взаимосвязи очень четко правильно слеживаются. Нет, здесь, конечно, не случайно, они, я уверен, они спокойно нашли бы и украинцев, которые могли бы это преступление совершить, или просто, ну, лица со спины показали бы и просто сказали бы лица славянской национальности, там, Евтушенко, Петренко или Сидоренко, сказали бы и все. Здесь правильно ты говоришь, здесь надо было ввязать вот эти два, и по существу именно предъявление, совершение преступлений двум сторонам, это мусульманам и это украинцам. И здесь они ведь понимают, что на стороне Украины, защищая Украину, много мусульман воюют, в том числе из Кавказа, есть и мусульмане, и других стран тоже. И вот это все достаточно хорошо задуманное, ну, не совсем хорошо проведенная операция. В другой раз, мне кажется, вот с самого начала, вот почему, если ты помнишь, они анонсировали, что Путин будет выступать по поводу совершения вот этого террористического акта, а потом его выступление перенесли. Мне кажется, тогда они опешили, когда ИГИЛ взял на себя вот совершение этого теракта. И вот тогда мне показалось, что карты у них запутались, они хотели так достаточно огульно обвинить Украину, но тут ИГИЛ берет вот это все на себя. И вот здесь тоже у них, вот не могу сейчас четко сформулировать, потому что до конца нет четкого понимания, где вот этот сбой произошел. А сто процентов сбой произошел. Здесь нет сомнений, еще раз говорю, если этот ИГИЛ совершил, не сомневаясь в том, что это был заказ ФСБ или ГРУ, в этом нет сомнений. И вообще нет сомнений, что это преступление совершено или по поручению, или сама российская какая-то спецслужба это сделала. И вот я еще раз говорю, и вот здесь как раз они и преследовали, здесь ты правильно сказал, и я тоже в других разных, на других площадках об этом говорил, две цели, обвинить мусульман и обвинить украинцев. И о чем это не повод, что украинцы уже в союзе, украинцы вкупе с террористами, с исламскими, с мусульманскими совершают преступления. Это тоже, это же посыл такой, они сегодня в России это делают, а завтра будут делать и с вами. Там тоже есть очень такие зрелые зерна, которые они могли бы. Еще раз говорю, абсолютно убежден, где-то там произошел сбой. Пока сегодня сказать не готов, где. И вот этот механизм такой, как знаешь, как будто хор Пятницкого выступает тут буквально голос за голосом. Он где-то прервался, что-то там произошло. И вот это, что произошло, я думаю, скоро будет известно. Ты знаешь, действительно так, но вот по поводу сбоев, может быть, да, какие-то небольшие сбои происходили, но вот я думаю, вот эти все нестыковки, я думаю, они созданы вообще, говорят, это, это, говорят, ошибки спецслужб. А у меня такое впечатление, что это гениально проведенное как раз таки. То есть нужны были эти нестыковки, нужны были, чтобы люди говорили, а как это, а как это вот так они смогли сделать, а что, а вот тут еще люди в синем, вот люди в синем, это классическая операция по отвлечению внимания. Люди в синем, потом начнут доказывать, а нет, это совсем другие люди и так далее. А вот эти, там кто-то в красном ходил, там кто-то что-то снимал и так далее. Вот этот информационный хаос, вот этот белый шум, он был создан специально, чтобы в конечном итоге самая нелогичная версия украинцы вместе с ИГИЛ совершили этот теракт, была основной. И в какой-то степени, ты знаешь, в какой-то степени, ну по крайней мере на российском рынке им это удалось. А что касается на западном рынке, там у них, с украинцами, конечно, не удалось, но то, что это ИГИЛ, очень многие в этом уверены, я просто с ума скажу, почему они не понимают элементарных вещей. Ну вот, смотри, Америка категорически настаивает, что, и заметь, вот вчера или позавчера Иран тоже добавил вот это преступление, совершенное во время годовшины в Иране, в Сулеймане, помнишь, на кладбище произошел взрыв, там больше ста человек было убито, вот тогда они по следам вот этого террористического акта, как следует из информационных роликов или там сообщений иранской стороны, они задержали одного из ИГИЛ-Харасан, и вот этот человек тоже дал информацию, вот они говорят, что будет совершено террористическое нападение именно в Крокус-Сити, и здесь получается два достаточно серьезных врага, Америка и Иран, говорят одно и то же. Во всем этом поведении меня настораживает, вот почему они и вот эти страны, Америка и Иран, там дружно вцепились в то, что преступление совершил ИГИЛ, вот это я тоже до конца понять не могу, хотя там вот для меня прямо наверху лежит, прямо на ладони лежит и поведение спецслужб, и задержание, вот хорошо там, хорошо, все допустим, все о чем они говорят, четыре преступника, там рюкзаки с боеприпасами, с магазинами, они там перестреляли, сели на, ну сколько дальше наступает несуразных вещей, на той же машине, на той же машине, на которой они приехали, они уезжают, и потом, а что они автоматы-то выбрасывают, вот для чего, они же что далеко до границы, не дошли они, и вдруг они выбрасывают автоматы, и как птенцы, как щенки какие-то, только новорожденные, они испуганные, перепуганные, а почему, а где автоматы, почему они так жестоко убивающие, расстреливающие, прямо от бедра, там, от корпуса, там, не цели, они там так заправски убивают людей, а здесь они совсем другие люди, вот это как раз меня и подталкивает к идее, что вот эти таджики, и там одна, я точно не помню, где эта мысль там пробежала, разные слушающие информации, так вот, в одной из такой передачи, или ролики, где-то я слышал интересную, что вот этим таджиком, вот этих высадили террористов, машину сразу отогнали, этим таджикам там сказали, вот вам деньги, перегоните машину на границу, за перегон машины им дали деньги и дали перегнать, вот это с точки зрения поведения этих таджиков очень похоже, и если ты помнишь, там, с переводчиком показывали, по-моему, самого молодого парня, который там без сознания они доставляли в суд, переводчик-то переводила, там, женщина была, и он все время спрашивает, а за что меня, собственно говоря, забрали, что я сделал, он говорит, он никак не мог понять, в связи с чем его, собственно, доставили, и, конечно, если бы они вот эти вещи нам показывали бы, там очень много было бы нестыково, и здесь тоже, мне кажется, не случайно люди, которые вообще не говорят, или совсем слабо говорят на русском языке, чтобы они там не говорили бы, это можно толковать, как они сами хотят, здесь тоже это было учтено и продумано. Незомненно, а вот что касается, почему США не говорят, а я думаю, тут как раз таки очевидно, ну, там они сидят и просто думают, блин, как обвинить Путина в том, что он это сделал, то есть, если обвинить Путина, что он это сделал, то уже сразу же надо заводить уголовное дело на него и сразу же все, он уже не договороспособный, но чего они не понимают, знаешь, на мой взгляд, чего не понимают эти чиновники, большие руководители в тех же штатах, в той же Европе, они не понимают одного, что Путин уже давно не договороспособный, уже давно с ним нельзя вести никаких переговоров, давно, они все варят жабу медленно, я понимаю, что жабу нужно варить медленно, но надо прибавить огня, иначе жаба себя чувствует очень комфортно в теплой воде. Ты знаешь, Гелла, здесь, если мы будем анализировать, ведь в России, в российской энергетике, не только в нефтегазовой секторе, в разных, и в алюминии, гидроэкстростанции, разного рода, ведь очень много людей, которые являются собственниками акции, собственниками каких-то активов, американцы, этнические, граждане Соединенных Штатов Америки, европейцы, немцы, здесь очень много заинтересованных людей, которые не хотят менять, собственно говоря, и правление, и управление в России, и сами границей этого российского государства, потому что их деньги там, и немалые деньги, миллиардные деньги, их собственность находится, и вот вот здесь, мне кажется, все вот это поведение Запада как раз этим и без сомнения, ну в том числе этим и диктуется, они должны вот эти спонсоры, которые финансируют и европейских политиков, и американских политиков, в их избирательных кампаниях, ну я там не говорю там, как, кто там заносит там через задние двери, не знаю, я кого-то в этом обвинять не хочу, скорее всего, это мало делается, если и делается, но факт остается фактом, еще большое количество, об этом достаточно настойчиво не говорят, не говорят, они как-то умалчивают, как будто Штирлиц где-то у Мюллера на допросе, вот они об этом молчат, а ведь очень много активов, еще раз говорю, европейцев и американцев по сегодняшний день остаются на право владения и управления огромным целым сектором российской экономики, сектором и энергии, и гидроэлектростанции, не знаю, атомные гидроэлектростанции, точно знаю, они не принадлежат российскому государству, они в основном все принадлежат зарубежным каким-то партнером и так далее, и поэтому это тоже играет очень важную и большую роль. Несомненно, понятно, что есть интересанты, которые очень хотят, чтобы все сохранилось так, как есть, хотя я думаю, что даже им пора понимать, что не получится сохранить так, как есть, и, в общем-то, придется меняться. Слушай, ты поднял очень интересную и очень важную тему мобилизации в последнее время об этом шли и тут активные разговоры, в частности, президент Зеленский сказал, что да, будет мобилизация в России, назвал цифру 300 тысяч, и вот сейчас многие говорят, а что если не будет, значит, выходит, что президент собрал? Да нет, ребят, ну, понятно, что он сказал это не с потолка, он сказал это очевидно, что ему дали информацию, может, собственные разведслужбы, может быть, разведслужбы запада какие-то. Дело ведь не в этом, дело в том, что мобилизация так или иначе она уже идет. И интересные цифры недавно были опубликованы вот только из Чечни, не говорю из всего Северного Кавказа. На войну были отправлены 40 тысяч человек, из них 16800 добровольцев. То есть остальные, больше половины, были отправлены фактически насильные мобилизации. Вот так получается. Первые месяцы войны, скажем так, опора была вообще на Северный Кавказ, но в основном не столько начинка, сколько на Дагестан было, там еще больше. Сейчас вот эта мобилизация, каковы, вот у тебя есть информация, каковы настроения и удастся ли им так легко провести мобилизацию на Северном Кавказе? Ну, я, честно говоря, там какие-то единицы, десятки, ну, несколько сотен человек абсолютно уверен. Я не опираюсь на какие-то исследования такое. Это, кстати, российское. Извини, это, это, вот то, что я сказал сейчас, нужно сразу же оговариваться, извини, я этого не сказал. Это чисто российская фраза, это то, что дает Москва, и это, что они прошли подготовку на базе спецназа в Гудермесе. Вот, это то, что дает Москва. Нет, я хочу о другом сказать, что вот у меня такое чисто интуитивное понимание, что никто не хочет войну, никто не хочет на войну. Это, во-первых, для чеченцев, это особенно для чеченцев, слово «война», она ассоциируется в умах людей, это как раз дети войны сейчас подросли, и их сейчас в основном и призывают, и мобилизации идут люди, которые так или иначе были связаны с войной. Война – это смерть, война – это горе, война – это несчастье, и это понимают. И поэтому абсолютно убежден, 90%, 95%, может быть, 7% людей туда не по своей воле посылают. Кого-то там увольняют с работы, против кого-то возбуждено уголовное дело, против кого-то действительно, реально совершил что-то, уголовное дело, и у него есть право выбора, не пойдешь в тюрьму, там разные ситуации, разные возможности у вот этих, скажем, участников вот этого события. Но смело могу сказать, на всем Кавказе мало людей, которые поддерживают Россию. На всем Кавказе, если активно об этом в форме демонстрации, в форме каких-то протестов, если они и не выходят на улицы, но настроение на Кавказе проукраинское, если даже у них нет желания пойти и воевать, хотя и воевать желающих там тоже достаточно много, просто нет сопутствующих условий, условий, но за Россию, за идею русского мира желающих воевать очень мало. В Чечне-то фактически нет таких, и я думаю на Северном Кавказе их очень мало, и поэтому этот вопрос очень сложный. Я задал такое, скажем, мои ощущения и ситуацию на фронтах. Вот я сейчас не помню, вот какой-то, по-моему, или американская, или английская газета, они печатали, они, как правило, очень проверенные данные. Они говорят, мобилизация-то, она никогда не останавливалась, каждый месяц в России 30 тысяч человек мобилизуется, каждый месяц. Так вот, я убежден, что, и был убежден, что вот как раз после вот этого теракта они объявят народную войну, что вот Украина. Почему я говорю, где-то осечка произошла, и мне кажется, для этого, и миллион человек, вот такая контрольная цифра, где-то 350-300 тысяч мобилизованных и потом контрактников и призывников, контрактников, мобилизованных по совокупности, может быть, где-то по 300 тысяч и где-то цифру миллионную. Почему? Вот смотри, создали, воссоздали Московский военный округ, Ленинградский военный округ, там сидят, там разные, там, депутаты, эти болтуны, там, угрозы там делают, и Финляндии, там, но вот эти теоретически воссозданные органы, это надо наполнить оружием, техникой, авиацией, если это сопредельные территории с морем, флотом и людьми. И поэтому, много не заморачиваясь, российская сторона всегда самые дешевые для них это люди. И во времена со времен Наполеона и, может быть, я не знаю, там, шведской, германской, немецкой войны, там, 1240-й, 38-й, 42-й год, там, Чудская, побоише, не знаю, я здесь так фантазирую, с этих времен известно, что самое, что у них есть, дешевое для ведения войны в России это были люди. Вот они и забрасывали, какие цифры, просто сногсшибательные, умопрометительные цифры во время войны Сталин, что делал с людьми. И поэтому, я думаю, еще Россия не сказала свое громкое слово и мобилизацию, к сожалению, будет очень серьезная, большая, и в этой мобилизации они ужесточат законы, там, выгодно будет поехать в Украину умереть, чем отказаться или отклониться от этого. И самое страшное на Кавказе, это в Чеченской Республике начали практиковать и потом подхватили на Кавказе, в России ведь могут они начать и коллективную ответственность, и родители, и близкие родственники будут отвечать. И, коль мы с тобой об этом заговорили, сейчас они громко кричат во всех передачах надо вернуть высшую меру наказания. И по этому поводу я достаточно однозначно говорю, российские власти никогда не стеснялись делать с людьми, что они хотят. Они убивают в лагерях, убивают в тюрьмах, убивают на доследственных мероприятиях, при задержании, то есть кого убить они хотят, они убивают. И вот сейчас русские кричат, они как в свое время аплодировали, мочить в сортире, и они буквально, как они говорили, они там оргазм ловили от удовольствия, что Путин будет мочить чеченцев в сортире, я и тогда говорил, я много раз это повторяю, что мы чеченцы, мы исторически уже знаем, как себя защитить, мы не дадим себя мочить, ни в сортире, нигде, но он начнет якобы нас это делать, а будет мочить вас, и знаешь, как это не звучит, кошунственно, но когда там сказали, что 28 человек были мертвыми, нашли в туалете, я почему-то тогда сразу вспомнил, что Путин обещал мочить сортире, вот они мочат их, вот как раз вот эти незащищенные люди, и они и были в туалете, и это их смерть, она лежит на Путине, поэтому высшие меры наказания сегодня кого-то пугать, это зря время тратить, посмотрели сколько сегодня когда Кутаева там других там сажали по сфабрикованным делам тоже так свой пальцы на бытовом уровне смотрели, надо отдать должное политические правозащитные организации и в Москве и в России они достаточно серьезно относились к этому и Борис Немцов покойный и все остальные но известные политики понимали что преследовать Путин будет очень серьезно и жестко так вот высшую меру наказания если они ведут я хочу просто предупредить русских это вводит против вас нас эта власть так и так убивает кого они хотят убить нас убивает нам не обязательно чтобы это высшая мера была или не была а вот для вас он высшую меру придумал он сейчас обязательно попытается его а потом когда пройдут годы выяснится что вы ничего не сделали почему потому что в подавляющем большинстве особенно последние годы 90 процентов 80 процентов людей сажают особенно по политическим это по сфабрикованным делам вот и представьте уважаемые русские по сфабрикованным делам шьют вам вот такие тяжелые статьи и осуждают высшую меру приговор провели в исполнении путинская шайка лейка разгоняется и потом новые власти проводят расследование выясняется Иванов Петров Сидоров не были виноваты против них было сфабриковано дело вот ваша высшая мера наказания она придет и к вам домой это тоже является частью вот этой пиар акции связанной именно вот с этой совершенным преступлением кстати мы же привыкли после любых террористических актов Путин обязательно привносит изменения в конституции что-то новое для того чтобы укрепить свою влачную вертикаль и свою собственную власть кстати да и кстати я с тобой согласен что в принципе высшее мера возвращения высшее мера наказания для них будет чисто психологический момент потому что они и так убивают внесудебно на улице в тюрьме это где угодно где угодно поэтому ну это власть убийц поэтому ничего нового и ничего интересного в этом плане нет слушай мы уже говорили о том что немножко другая тема но все та же мы уже говорили о том что ИГИЛ давно стал ну по крайней мере на территории России стал инструментом работы спецслужб сейчас каково положение на северном Кавказе там есть ИГИЛ и честь ИГИЛ да нет я так говоря вообще не видел что ИГИЛ имеет какое-то реальное влияние на северокавказскую молодежь а имел когда-нибудь это важно извини Руслан я что я тебя перебиваю важно имел ли когда-нибудь потому что там было всегда что ИГИЛ это чуть ли не вторая власть на северном Кавказе еще подобное это тоже вранье это тоже придумано те люди которые якобы для поддержки ИГИЛ уходили в Сирию там воевать настолько это очевидно и известно ФСБшиные кроты они сами они не ИГИЛ а именно работники ФСБ через социальные сети вербовали людей якобы ну понятно протестные массы молодежь протестная она хочет реализовать свое неприятие к этой власти вот этих людей собирали и именно ФСБшники под разными там Абу Абу Усейн Абу Мурад там какие-то имена себе давали их собирали отправляли туда в Сирию воевать что я хочу сказать во первых не было никакого влияния на Северном Кавказе у ИГИЛа это первое и второе если эти молодые люди поводились на какие-то там вот эти обращения они это делали исключительно из-за того что у них не было ни одной площадки где они могли бы выразить свой протест и потом и потом когда и ни с какой стороны это ничего делать невозможно а власть уже достала и против власти ну пассионарии они всегда хотят быть на передовой и в борьбе и в войне и воевать вот вот этим и пользовались и отправляли их и паспорта им делали сколько есть люди группа людей сейчас я за них говорить не хочу которые исследовали этот вопрос именно ФСБшники когда вот этого молодого человека они фактически вербуют для того чтобы на войну в Сирии а у него и паспорта ничего нет так они и российский паспорт загран паспорт делали сами этот паспорт отдавали и потом отправляли и так далее эти действия они тоже проводили то есть почему это было почему рекрутировали туда в Сирию потому что надо было вот этих пассионарных людей молодежь убрать с территории Северного Кавказа чтобы они могли управлять и делать все что они хотят на Северном Кавказе и они свои цели достигли таким образом лучшая часть молодежи была фактически рекрутирована и отправлена в Сирию но это делали не игиловцы а делали ФСБшни и другие спецслужбы они очень удачно их отправили туда ну вот ты сейчас не назвал фамилии но у нас на канале об этом очень подробно рассказал человек который этот вопрос тоже исследовал Денис Соколов как раз таки про это очень подробно даже на примерах рассказывал как все это делалось знаешь в чем дело я не жил в современной России в путинской России но я жил в Советском Союзе и я прекрасно знаю что такое там было получить заграничный паспорт и разрешение на поездку за рубеж ну это было без содействия официальных властей ну а в военных это нужно было пройти через эти все эти было практически невозможно так вот насколько я понимаю сам ФСБ ГРУ и так далее создавали коридоры специальные для того для отправки этих людей этим они решали по-моему две задачи первая задача это они прежде всего снижали пассионарный уровень здесь на месте и вторая задача ну среди этих людей конечно они инфраструктировали агентуру туда в свою без сомнений оба очень правильные направления да они сначала формировали группы потом эти группы они сами сопровождали человек их сопровождал они их выводили через Турцию туда в Сирию в основном через Турцию и потом что интересно когда они заводили в Сирию паспорта которые они давали они у них забирали эти паспорта оставались у тех людей и фактически они их заводили туда навечно они не могли понимаешь когда туда придут они начнут разбираться они вдруг поймут что они пришли совсем не на то место и не в том месте где они их ждут там проживают арабы у них свои устой у них свои нравы при всем том что одна религия но там есть свои местные обычаи и прежде всего и всегда и в Ираке и в Сирии сталкивались именно вот эти противоречия местные обычаи устой разных племен разных народов которые там проживают вот эти проблемы их ожидали а для того чтобы они оттуда вновь не возвращались домой у них забирали паспорта да это была задача поставленная перед российскими спецслужбами и они очень удачно ее выполнили к сожалению я точную цифру сказать не могу но достаточно большое количество пассионарных людей молодежи они вывели из Северного Кавказа наверное и из Поволжья отчасти тоже и отправили туда откуда они по задумке властей они никогда не должны были вернуться ну в принципе они собственно и выполнили задачу они действительно не могут вернуться если возвращаются их ждут жесточайшие статьи они будут посажены ищены свободы а там находясь они так сказать джентльмены удачи если не убьют то так выживать надо будет тяжелая участь и их очень серьезно продуманно подставили более того я тебе скажу я был знаком правда с одной семьей которую не просто в Сирию это не только на Сирию они в Азаристан попали по тем же каналам то есть и туда были организованы каналы и да спецслужбы очень серьезно российские спецслужбы очень серьезно работали они работали лишь в советской спецслужбы у них просто были эти наработки поэтому удивляться тому что российские спецслужбы могли заказать даже не теракт а сопровождение теракта со стороны того же Филеэта Харасан я думаю что точно не стоит нет конечно это настолько очевидно ведь никто не спорит с тем что ИГИЛ создавался в Сирии и в Ираке и ИГИЛ создал именно партии БААС а БААС как мы знаем это была партия которая управлял и отец Асада и Саддам Хусейн а кто такие военные генералы это люди которые прошли военные училищ академии именно в Советском Союзе в России эти связи остались и они по сегодняшний день абсолютно я в этом уверен убежден имеют деловые контакты они друг другу оказывают услуги они находятся на прямой связи конечно тут бывших точно не бывает тут бывших тоже точно не бывает и действительно если мы говорим о генезисе ИГИЛ то и деньги и оружие и все остальное это была партия БААС это был режим Саддам Акуса и те самые пять подполей которые были и которые в общем-то сработали вот в такой оригинальной форме я бы сказал в итоге что мы имеем в сухом остатке мы имеем в сухом остатке очень печальную картину когда спецслужбы играют с людьми как хотят и этому нечего противопоставить фактически все правильно невозможно невозможно вот этот вот эта группа Путин Патрушев Бортников Иванов вот это ФСБшные генералы они фактически захватили не только правогранительные силовые структуры ихние дети сейчас сидят в экономике кто министром кто начальником департамента кто возглавляет какие-то серьезные направления в Роснефти в Газпроме ну и остальных скажем отраслях экономики и производства и поэтому эти люди ведь находясь даже на созидании на мирных полях экономики свои приемы спецслужбы преследования убийства и все что вот этот полный перечень инструментов они пользуются и службы безопасности вот этих всех перечисленных и еще не перечисленных отраслей хозяйства экономики управляют именно выходцы из ФСБ а методы у них одни шантаж преследование прессование убийство отжимание вот это все и есть полный короб того что они умеют делать они это делают удачно если бы сейчас они немножко не завязли бы войне в Украине то мастерство их значительно улучшилось бы и они это уже делали бы не меньше и не хуже и в самой Украине и в Белоруссии и делают и продолжали бы делать тоже и вот у нас уже остается не так много времени но я все-таки у тебя спрошу мы говорим Путин но когда мы говорим Путин мы говорим коллективный Путин мы же не говорим только про одного человека которого если бы это была бы проблема одного человека его можно было бы убрать конечно мне извини пожалуйста спрашивают вот этот Путин или его заменили да это да плевать я хотел этот Путин или его заменили или его каждый день меняют какая разница самое главное ведь мы говорим о том зле который исходит из Кремля и ведь Путин транслирует то что он 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 исследует он знает настроение людей это действительно это коллективный Путин в подавляющем своем большинстве он ведь именно транслирует идеи и идеологию русского мира а носители идей русского мира как минимум это такие жесткие носители такие непреклонные сторонники вот такой жесткой идеологии это 40-45% русского населения это очень большой процент и это такой ядреный процент его и поэтому Путин это не сам выдумывает он отвечает на те скажем нарративы которые исходят от общества они хотят чтобы он мыслил этими категориями они задают ему темп введения и решения и притворения вот этих скажем их таких посылов и позывов которые исходят из общества и поэтому это не проблема только чисто физически Путина президента России это проблема мышления коллективного мышления русского общества общества с пониманием и с идеями русского мира который с одной стороны задает тон русская православная церковь московского патриархата и с другой стороны ФСБ Российской Федерации то есть если завтра вдруг Путина не станет мало что измениться да в принципе там по крайней мере на тот период настроений они будут такие же оставаться но русские я всегда привожу этот пример это они подобны глине они очень быстро поддаются тому чтобы из них лепить все что угодно хотят горшок горшок хотят унитаз унитаз смывной бачок смывной бачок то есть они поддаются вот этому управлению почему кавказцев мусульман не любят потому что у них есть свои принципы от которых они не хотят и не могут отказаться в подавляющем своем большинстве вот здесь вот это сырье которое попадает в руки гончара он из него может лепить любые фигуры поэтому если придет другой здравомыслящий он будет транслировать эти идеи от имени власти от имени барина вот это священное святое что вот этому крепостному русскому указание дает барин вот они по сегодняшний день 861 год крепостное право отменили но русские продолжают до сих пор находиться вот в этой зависимости крепостных и они все время оглядываются на барина вот что скажет барин вот это мы и будем делать ну и последняя тема можно ли сказать что теракт был последним актом перед окончательным оформлением диктатуры ФСБ в России нет нет конечно мы должны быть наготове я это обращаюсь собственно говоря и русским тоже лучшие части этого населения протестные части не русским и мусульманам кавказам вы должны быть готовы к тому что вот эти провокации они будут достаточно часто проходить в России не из-за того что вы это будете инициировать а из-за того что российские спецслужбы будут это против вас инициировать и по какой задумке ну понятно куда они двигаются понятно что они будут делать но в какой последовательности они это будут делать тяжело сказать и поэтому надо быть очень и очень осторожными и желательно вот вот эти месяцы недели когда война в таком положении и поведение властей лучше какие-то там публичные места не выходить и где-то находиться не на виду это самое пожалуй безопасное хотя я тоже иногда думаю вот вроде бы им советуешь это как и не выходить на работу надо идти надо вот чеченец парень недавно буквально убитый он шел с работы или на работу он стоял на остановке к нему гражданские люди пришли начали к нему приставать он оказал сопротивление они вызвали наряд это оказывается в гражданке работники правоохранительных структур они его запытали буквально сломали ему позвоночник все ребра переломали избили и убили и потом объявили немало немного что он повесился а он успел когда его забирали позвонить жене и сказать что его насильно забирают какой-то отдел и там уже есть точно кто там забрал и как там и вроде бы говорят какие-то следственные мероприятия там проводятся но они ничего не сделают просто родственники вот этого парня они должны для себя определить кто его забрал и а потом придет время свой долг можно будет забрать обязательно надо будет забрать свой долг и выяснить это недолго будет я уверен что мы заберем свой долг а он я говорю почему мы потому что он вот этот парень из Веденского района это не дело его лично его родственнику и его братья это долг наш и чеченцев и кавказцев если мы будем им прошать это они вообще нас будут ломать каждый день потому что приехать что и в их пьяные дурные головы приходить будет это невозможно просто и предсказать такие вещи прощать понятно что нельзя и однозначно рано или поздно Лазмезия всех настигнет и за все все ответят по другому просто не бывает тебе Руслан огромное спасибо огромное спасибо за очень интересную беседу так же как и спасибо всем нашим друзьям которые были сегодня с нами всего доброго и до новых встреч Гелас спасибо всех благ всего хорошего будем ждать и ожидать хороших новостей всех благ всего хорошего до свидания спасибо